Чуть-чуть не упала. Конечно, что ты мои эфиры подсматриваешь. Привет, привет, где твоя девочка, которая получила пиздюлей. Какая моя девочка. Я сижу в прямом эфире. Как ты думаешь, кто еще его смотрит? Кто? Ж? Ага, Ж. А что это у нас было синий? У нас дождь, да, у нас был дождик. Как дела? Вот, забыкируйте. Привет, красавица, привет. Привет. У меня, кстати, когда я раньше времени выхожу, у меня меньше эфир, ну, этих. Короче, все привыкли, что мы выходим после часа. Привет, привет, девушка, мечта. Спасибо. Привет, привет. У нас тоже дождь, и у нас дождь. Ира с Украины, привет. Hi. Где? У меня всегда... Где Ромашов? Не знаю, где-то ходит. Привет. А где Женя? Пишет Женя. Где Женя? Не знаю, где. Жень, напиши, где ты. Как дела? Хорошо. Я стараюсь улыбаться и больше не грустить. Привет. Псков тебя любит, ты, красавица. Спасибо. Мы поссорились с Жекой. Не буду вам ничего говорить. Кто покинул проект? Смотрите в эфирах. Когда Москвы? Ой, не знаю. Реально. Насчет Москвы я уже вообще не знаю, когда. В туалете на эфир смотрит. Наверное, сидит на троне. Крутые. Классные вечеринки вчера у вас были. Да, вечеринка вчера была я, могу вам сказать. Просто на высшем уровне. Реально, сколько здесь на проекте. Это первая такая крутая вечеринка. С музыкой, с баром. Это просто вчера, конечно, все мы оторвались. Гнию в соседней комнате. Гуля, привет. Как рада тебя видеть, мой молодой человек. Просит передать ему привет. Зовут Паша. Плес. Паша, привет. Привет. Ты супер выглядишь. Спасибо. Привет, как я рада тебя видеть. Юля, тебе блондинка лучше. Ну, ничего, он быстро смывается на Сейшелах. По поводу Валеры я ничего не знаю, честно. Ты очень красивая. Никого не слушает. Ты самая лучшая знает. Спасибо. Привет с Грозного. Грозный привет. Привет, Молдове. Ты, Женя, смотрите эфиры. Честно говоря, непонятно. Привет. Ты такая адекватная. Самый лучший комплимент. Адекватная. Конечно, адекватная. Женька крутой диджей был вчера. Да. Он, конечно, очень талантливый парень. Где Никита? Они с Алиной у себя в комнате. Уже отвернули камеру и ложатся спать. А, кстати, они пообщем будут в прямом эфире. В эфире. Как раз садка. Реснички сделала. То, а уже давно. Такая ты красивая. У тебя такие красивые брови. Спасибо. Тебе заспомиделся. Смотрите эфиры. Да, драга была жесткая. Кто готовит вам? Повара. Ну вот суббота и воскресенье мы готовим сами себе. А в будни дни повара готовят. Кто говорит там? Где? Из девочек, из девчонок люблю тебя и голд. Малыша, привет. Помнишь, меня отдыхали на Бали? Смотрю, вообще не изменилось красиво. Не знаю, вы, наверное, меня с кем-то путаете. Я на Бали ни разу не была. Только я отдыхала в Таиланде. Ну, из теплых стран я в Таиланде отдыхала три раза. У меня с кем-то, наверное, перепутали. Нравится тебе песня Жени? Да. Я говорю, у него талант. Лена успокоилась? Да. Восхитительное, спасибо. Унечка такая, так спокойно реагируешь на всё, что пишут, позитивно воспринимаешь. Ну, да. Как-то не знаю, я на всё так стараюсь смотреть без негатива. Спасибо за сердечки. Я их вижу, вижу. Ты сможешь с Ромашовым всю жизнь прожить? Очень сложный вопрос, честно говоря, не знаю. По определённым обстоятельствам сложно ответить. Ой, кто вышел в эфир? Юля, с кем сейчас сидишь в комнате? С Настей. С Настей Голд. Ты с Мленой хорошо общаешься? Да. С Ахар-Сианой в отношениях? Смотрите эфиры. Женя сам сидит, катает. А, ну да. Странная ситуация. Женя, ты такое, как и Юля, не найдёшь в жизни. Цени. Целатые слова. Сорока сейчас тоже в прямом эфире. Беларуси, привет. Как у Жени сейчас самочувствие? Не знаю, спросите у него. У него. А чё ты спишь в Звенской спальне? Я к Насте в гости пришла. Повара русские, сейшельские? Русские до этого были... Да, до этого же сейшельские у нас готовили, помнишь? Еду на. Ну, вообще, с русских повара. Очень вкусно готовят. Прям реально вкусно. Где пингвинова? Смотрите эфиры. Привет, привет. С какого ты города? С Благовещенска. Ресницы качественные. Три качества, которые тебе нравятся в Жени. Забота, доброта, справедливость. Это просто богиня. Носик сам не свой. Все, Женя пишет про ресницы. Да я вижу. Какой у тебя размер груди? Пятый. А сейчас Настик. Вон она там. Рядышко. Настик забили телефон, но мы сейчас все там. Женя Настик у нее офигенный. Сорока ушел, нету на гастролях. Покажи Настю гол. Настя просит показать. Вообще нет плохих комментариев. Да есть, иногда бывает под постами. Собирайтесь с Ромашовым уходить с проекта? Нет. Почему вас не отправляют в Москву? Ну, сейчас здесь как... Разберемся. Ну, пока... Пока не получается ехать в Москву. Сорока там на гитаре играет. Настя, привет от Иры. Настя, тебя привет. Почему поваров поменяли? Даже не знаю. Ну, потому что сейчас русские повара, и они более готовят такую русскую еду. А до этого была еда такая с разными спеицами и... Такая специфическая. И очень много кому она не нравилась. Тебя плохо видно. Наверное, из-за этих. Из-за Света. Тебя... Просто классные брови. Да, так надо уже татуаж делать. Потому что уже татуаж выгорел, и я их подкрашиваю. Нравится на доме 2? Хотела же уйти. Да. Я вам скажу, что мне здесь очень нравится. А зато ту ситуацию, когда я хотела уйти, просто... Просто как-то сдали нервы. Я больше, наверное, хотела уйти не с проекта, а просто, в принципе, куда им сбежать и выдохнуть. Вот. А проект я люблю. Это классное место. Это уникальное место. Потому что здесь, грубо говоря, вы находите под камерами, и любую ситуацию можно посмотреть. Вот. Посмотреть, как это выглядит со стороны. Что-то подчеркнуть для себя, там, не знаю, или вообще любую ситуацию подстрелить со стороны. Кто как себя ведет, сделать определенные выводы. И работать уже над собой. Потому что в обычной жизни, когда происходят какие-то ситуации, да, там, под волшебными напитками, например, то есть, там, или вы, там, поругались, то вы просыпаетесь, смиритесь и живете дальше. Вот. А здесь есть такая возможность построить со стороны, кто себя как ведет. Поэтому я очень люблю это место. И я вижу, как я здесь выросла. Потому что то дело, когда я пришлась только на проект, и как уже сейчас я, допустим, даже разговариваю там где-то, то я учусь. На поляну хочешь? Ну, так, 50 на 50. Вообще, я Сейшелы люблю. Любимый фильм или сериал? Один плюс один. О, у меня много любимых фильмов. Вообще, я обожаю фильмы на основе реальных событий. Такие жизненные. Вот, сериалы не очень люблю. Сколько спать можно здесь? По-разному. Бывает и в час, будет и в два, будет и в пять утра. Сколько сейчас времени? 25 вентилятора. Привет, привет. Никита, привет, эфир. Привет, это Валера с фейковой страницы. Пишу, как там, Жека. Все нормально? Да, все нормально уже. Шрамики заживают. Зашили, правда, так позорно вообще. Медицина, конечно, здесь на Сейшелах. Оставлять же от лучшего. Синяки уже сошли, в принципе, отечность тоже, так что потихоньку уже восстановился, можно сказать. Сколько вы уже с Женей вместе? Два с половиной месяца. Ласковый такой подбородочек. Кто сегодня ушел? Смотрите, эфиры. Серьезно, честно, без всяких там бабы, ты очень красивая, я таких еще не видела. Спасибо. Привет из Харькова. Кто одна, смотрите, эфиры. Юля, пройдись по камеру, хоть интересно посмотреть, что у вас там. Кошка моя, привет. Привет. Так. Кто-то по профессии, дизайнер у меня высшее образование. Кто сегодня ушел? Так, у нас неделя сдержка, это что, не знаю, где у вас есть эфиры. Женька все комплименты посылает. Юля, ответь, пингвинова одна ли в отношениях? Смотрите эфиры, ребят. Вот там. Твоя пропала, боже. Игривые пальчики. Какая длина ресничка? По-моему, 13. Юля, сделай Жене свидание, разнообразие, я за вас переживаю. Женя себя плохо ведет. Уж кто кому должен делать свидание, то не я, Женя. Эфир зависает. Блин, у меня вроде все нормально. Почему ходят слухи, что вы ушли? Ну, не знаю. Слухи всегда будут ходить. А? Просто показываю, что реально как мамочка. Юлечка, ты классная, но спроси у Голд. Она собирается выйти в прямой эфир. Настя, ты будешь в прямой эфир выходить? Я, я нет, пока нет. Нет, Настя пока не будет выходить в эфир. Сэйшик местный, да. Сколько у вас там времени? Ну, где-то час ночи. Настя. А, пол первого. До свидания, убирали крышу. Ты милая, спасибо. Ты замужем была? Да. Два года встречалась, полгода была в браке, потом развелась. Красивая, спасибо. Вы не хотите в Москву? Сейчас еще немножечко здесь побудем, и скорее всего поедем в Москву. У вас на острове землетрясение было? Было, но что-то как-то мы его не ощущаем. Это упакован, если честно. Ты милая, спасибо. Собенно красивая, классная, спасибо большое. Очень добрая. Да, иногда доброта, это мешает в жизни. Позвью Ромашова, не хочу ее вызвать. С дурцы эфиры, Настя. Было уже лобное? Да, было сегодня прям пораньше лобное. Юля, ты придерживаешься диете? Ну, вообще стараюсь. Стараюсь придерживать диете, не кушать сладкое. Но если кушаю, то только с утра. И то стараюсь не шоколадки, а там, не знаю, как он круассанчик съесть, или мед с сыром. Вот. Стараюсь только с утра. Среди белого дня пью кока-колу зеро. Ну, такое что-то, сладненькое водичка. Когда не успела покушать. Ну, и так стараюсь что-нибудь белковое. Я убрала крупы, гречку, рис, все убрала. И иногда чуть-чуть там что-нибудь овощной салатики. Но овощной салатик я не люблю, потому что это жидкость. Не знаю, в общем. Как-то не легче сидеть. Во-первых, это салаты быстро наедаешься. Ой. Наедаешься и быстро опять хочешь кушать. Вот это постоянно чувство голода. И начинаешь есть, есть, есть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ох. Что у вас ромошел? Смотрите эфиры. Комнату просит показать. Сейчас на ПНТ показываю, там два. Держу за вас колочки. Женя, блин. Юля, с Любой дружишь? Нет. Сейчас тебе огромное спасибо. Настя Сорокий пишет в эфире о выпускницах. Да? Да. Ты Сорокий в эфире пишешь? Да. Мне тут уже докладывает. Что написали? Что ты там о выпускницах пишешь в эфире у него. Ну, да. Его позвали, там что-то друзья пошли там фигню какую-то страдать. И он такой, типа, о выпускнице, о выпускнице. Я пишу, а ты что за блога моя, о выпускнице? Ха-ха-ха. Дочка спать не ложится, ждет привет от тебя. Ульяне, передай привет. Ульяночка, привет. Малышка маленькая. Почему сами на Насте поссорились? Смотрите эфиры. Общайся с Любой, не общаюсь. Да, со всеми общаюсь, со всеми по чуть-чуть общаюсь. Ну, вот сейчас больше всего ближе ко мне Насте. Сколько тебе лет? Твоя мама сыт по телевизору за тобой на доме. Раньше, да, следила, сейчас... Естественно, пока не получается у нее... Сколько тебе лет? Тридцать. Офигеть, это как красивое счастье. Спасибо. Да, у Женьки, конечно, там много всякого негатива хватает. Неизвестно, кто выиграл садьбу на миллион. Еще пока неизвестно. Остались две пары, и потом они будут между собой соревноваться, сражаться. С Яной, да, общаюсь. Тебе Нинка больше лет. С Ромашом такая классная пара. Как мило, спасибо. Я надеюсь, что и в отношениях там все будет в порядке. Ты выглядишь на 23, на 24. А за кого болеешь? Ну, до этого я болела за Таню здание, а сейчас я болею за Майю Лешу. Я барфаню запрать, не знаю. Есть дети? Нет, детей нету. Ой, ты стала показать комнату. Настя, тебе можно? Можно, можно. Вот Настюха лежит. У нее сегодня незапланированный больничный. Везде. Это наша комната. Это я. Не хочу разуваться, так с краешка сядут. Что еще вам показать? Когда Москву, не знаю. Покажи, грудь мне для друга надо. Во. Покажи, в чем ты одета. Я одета в волосинках. Просто. И вот такое боди прикольное. Ой, я обожаю эту боди. Она красивая такая. Все. Все. Где Захар? Не знаю. Почему у Насти одна нога? Так получилось, потому что вторая у нее спрятана. Под одеяло. Сэшик клевый. Ой, мы его реально обожаем. Ну, значит вернется. Вас и в такое время снимает камера? Да, камера снимает 24 часа в сутки, даже когда мы спим. Ой, где-то где-то эти лапки. Спасибо. Комиссар об обору заведет себя на острове? Нет. Как вы переодеваетесь? С каком камеры? Ну, заходим в туалет. А вот в бунгало нету камеры в душу. Ну, в душу. Там переодеваемся. А если это вот на новой вилле, где мы живем, у Женинь, там мы кепку так на камеру вешаем и переодеваемся. Ну, или там моемся, в туалет ходим. Как дела? Хорошо. Я стараюсь улыбаться и радоваться жизни. Думать в первую очередь о себе и о своем здоровье. И вот эта крутая девочка с Настикой, спасибо. Спасибо. Ты сама красишься, да. Женю в средней комнате. Настя очень хорошая и добрая, на тебя похожа. Видишь, как уже пишут нам? Как дела? Хорошо. Как самочувствие с Женей? Спросите у него. Вроде нормально, живой ходит, кушает. Разговаривает. Юлька, ты на что училась? Ну, в институте я училась на дизайнера. Потом 14 лет я мастер по маникюру. Потом я обучалась на флориста, работала. И еще у меня образование, я училась волос на расчете. За кого болеешь? За Майю. Майя с Лешей Закупиных. Привет. Джохан Томский. Передай, пожалуйста, привет моей девушке. И не от Иры. И не от Иры. И не привет. Во сколько лет ты хочешь иметь детей? Ну, где-то в 35. То есть я еще прямо честно понимаю, что я еще, наверное, не готова детям, потому что нужно решить финансовый вопрос, чтобы был доход. Чтобы был мужчина, с которым не страшно заводить семью. Как на яхте жили? Ну, прикольно. Такая смена обстановки. Единственное, что неудобно было душевую. Там были всего одна душевая комната. И все время очередь заканчивалась горячая вода. Добывали все в холодной. Поэтому это вот такой единственный дискомфорт. Ты делал себе патологические операции? Да. Делал грудь, носик, глазки. Ну и 3D липосакция. Улыбайся чаще. Ты такая красивая. Передай поздравления братьку Насте. Мне приятно, спасибо. Тебе реально нужно сменить площадку. С ума ведь можно сойти, как ссылку сылали. Недельку в Москву домой съездить, родных поведать. Но это да. Это надо уже и у меня с волосами уже беда. Как бы я полгода без коррекции. Уже хочется выдохнуть, куда-то выехать. Действительно 4 месяца здесь на островах. Это реально сложно. Но я в любом случае всегда стараюсь, пытаюсь перенастроиться. Как-то не впадать ни в какую депрессию. Кто-то твоя самая лучшая подруга на острове, Настя. Ты один из классов закончила? Да. Настя, ты за кого в судьбе на миллион болеешь? Я буду по факту, кто лучше будет бороться сейчас. Потому что мне пара очень сильная, и та и та мне пара нравится. В общем, Настя еще не знает, за кого будет болеть. Она будет смотреть по самой ситуации. Кто, какая пара как выступит. Улыбка красивая. У Жени самая красивая пара. Таня с Данией сняли видео, чтобы за ней голосовали. Не, не видела. У меня есть переписка с Ромашовым. Юленька, весь эфир бы смотрелась, спокойной ночи. Настя Голд, тоже спокойной ночи. Девчонки, девчонки, вы крутые. Спасибо. Так. Что-то у меня глаза болят, не могу. Спасибо за ответы. Супер, скажите, все самое хорошее. Спасибо. Я, конечно, извиняюсь, могу неправильно произнести имя, но Уралия, привет. Такое интересное имя. Ты же болела за Строкова. Но да, когда соревнуются, грубо говоря, три пары, естественно, я болела за Таню с Данией. А потом же выходят две пары в финал. Мне нравится, что ты не ставишь себя выше всех. Например, какая-то харта. Такая какая-то есть, и это большая ценность в наше время. Я так людей уважаю, респект. Ну, понятное дело, что себя нужно ценить, уважать и так далее. Но я считаю, в первую очередь нужно быть человеком и смотреть на этот мир адекватно. Порезена такая же в жизни прямолинейная. Ну, да. Твои родители хотят, чтобы ты была на проекте? Ну, они мне говорят, что это, как бы сказать, моё дело, да. Я уже девочка взрослая, поэтому, как говорится, мне самой решать. Но иногда, когда у меня, допустим, я чём-нибудь нервничаю, переживаю ли какие-нибудь такие ситуации, то мама немножечко переживает за меня, за моё здоровье. Серьги красивые у тебя. А, это новое я купила. Проголосуйте за Купинах. Да, я вот и буду за них голосовать. Сейчас у вас камеры включены? Да, они всегда включены, даже когда мы спим. Сохрани эфир. Ок. Надеюсь, нам неожиданно не отключат интернет, то сохраню. Какая погода у вас сейчас? Дождя нет. Почему тебе нравится, когда она тебя хоркает? Ну, это как некая страсть. Черкас еще не прилетел? Нет. Юлька, вы будете с Ромашовым часами на миллион? Нет, я думаю, что нет. Конечно, нет. Нам еще в отношениях разобраться надо. Девушка Саймона красивая. Настя? Да. Очень красивая девушка. Девушка. За Женю эти эфиры веселее. Потому что он дурачится все время. Сколько спать пойдешь? Ну, я думаю, что через часик. Кто твоя любимая ведущая? Ну, как-то сложно выделить. Просто все разные. Юля, открой свой свадебный салон. Ой, я, кстати, знаете, прям обожаю вот эти свадебные салоны. Потому что интересно, что это такое место, куда люди, девушки приходят, да, выбирают себе платья, готовятся к какой-то новой жизни, что ли. Не знаю, готовятся к этому событию. Вот. Поэтому я просто уже однажды была моделью свадебных платьев. Блин, это так прикольно. Кого хочешь, мальчика или девочку? Без разницы. Ну, девочку, наверное. Хотя без разницы. Покажи голд. А тебе зачем? Хм. Настя, Ромашов попросил тебя показать. Алина маленькая, а ростом? Ну, как бы невысокая, но и немаленькая. Ну, ниже мне ростом, да. Ну, она сама по себе такая просто миниатюрная. Ромашов так и не сделает, я свидание на острове. Похарактеризуй каждого ведущего. Влад. Влад веселый и все по факту говорит. Оля Бузова такая милая, добрая. Бородина, такая немножко строгая. Потом, кто там еще? Юлия Фременкова, она такая, знаете, мудрая. Прям мудрая. Все по факту. В общем, мудрая. Кто у нас еще? Андрей Черкасов, добрый. Кто у нас еще ведущая? Бузова. Бузова. А, Орлова, да? Орлова тоже такая немножко строгая. Не знаю, смотрю, как сложно, если так судить. Потому что ситуация тоже будет разная же. Сколько времени на проекте уже находится? Четыре месяца. Но здесь реально один день, как за три идет. Или какой у тебя рост? Метр семьдесят три. Кто самая маленькая ростом? Кто у нас самая? У нас Юля Щеглова и Алина, да? Такие прям миниатюрные девочки. Как твой любимый актер или актриса? Актриса мне нравится Джулия Робертс. А актер этот Вин Дизель, который играет. Кто еще? Ну, как-то так. А, еще мне нравится Джулия Робертс. Женя покинул проект? Нет. Женя пишет. Выходи за меня. Женя пишет? Угу. А что ты в прямом эфире это пишешь? Вообще просто. Сюда приди и скажи это. Знаешь, меня всегда бесит, когда вот мужики посылают цветочки смс-ками. Да. Вот это реально. Приди, подари. Вот-вот. Привет с Израиля. Как у Ромашова дела, раны заживают? Да, практически все зажило уже, но здесь только шовчики останутся. Предложение в эфире. Прикольно. Там это реально все повторяется. У меня с мужем было точно так же. Вот серьезно, мы так же. Такое же должно пройти 4 месяца. Юля, как дела? Отлично. И мне реально, мне с мужем, вот, знаешь, вот так же, знаешь, вот мы ругались, так же расставались. Так же у нас были такие вот потасовки. И потом, когда он месяц, месяц он ходил прям, реально плакал, стоял на коленях. Он мне каждый день цветы, там, помню, конфеты. Вообще, каждый день вся, прям приползал. У меня уже мама говорит, что Юля, мне его жалко, типа, знаешь, там мама мне говорит, прости его. Я, нет, не прощу. Вот, и в итоге простила, и мы пошли, подали заявление в ЗАГС. Ну вот, жесть. И человека хватило ровно на полгода. Ты чего покрасилась? Ну, так решила сделать смену образа. Я не хочу закончить так, ну, всё в твоих, ты знаешь, всё в твоих руках, всё в твоих руках, и даже я. Не сравниваю мужиков. Да я не сравниваю. Понятно дело, что все люди разные. Понятно дело, что все разные. Но ситуации повторяются. Ну, это хорошо, общайся правильно. А это у них разборки, да, жёсткие были. Короче, Поляна наблюдала. Ой, всё, ничего. А, да? Да, сейчас мне Ирка пишет, голосово отправила. Я тебе говорю, мне прилетело под глаз, чтоб ты понимала. Офигеть. Потому что это было очень жестоко. Они наблюдали. Офигеть. А никто не заснял? Ну, ничего не сказала она мне. Справедливо ли вы, наверное, мужиков после драки? Ну, думаю, что нет. Счастья вам, спасибо. Ты чёрная вдова, походу, роковая красотка. Хе-хе-хе. Ой, не знаю, не знаю. Ромашов следит за мной. Красивый цвет волос. Мне тоже нравится. Бородина выше Алины? Не знаю, я не сравнивала. Кто твой любимый ведущий на проекте? Да у меня все, все любимые. Все по-своему очень интересные. Сложно выбрать кого, выделить кого-то определённое. Я знаю женщин, которых мужья друг за друга помирали. Хотела бы быть в ведущей Дома-2. Даже не знаю. Не думала об этом. Возможно, я просто к этому ещё не готова, поэтому я об этом и не думала. Почему не летите в Москву? Ну, сейчас здесь как уладим все вопросы и определимся, когда лететь и полетим. Теперь Любовь привет передала. Она тоже впрямо. А в сорок я буду на тридцати. Что было интересного сегодня? Ну, вчера весёленький день прошёл, но смотрите эфир, ребят. Лучше грудь покажи. Не покажу. Женя в груди. С ума там сходит. А губы свои? Да. Всё. Это мои губы. Всё сошло. Это у меня папины губы. Ты бы не подошла, ты слишком тупо, одноведущий. Сами вы тупые. Я говорю, помню. Вы не знаете лично человека, видят образ экранный, где вырезают что-то под это и думают такие все... Блин, в общем, мне бесит это. Я бы не слово потеряла, понимаешь? Не, мне просто объясню. Судят по экранному образу. Экранный образ может не совпадать с реальностью. Ну да. Вы достаточно умная девушка, поверьте мне. Понятно, сказала вам Настя. Желание сломать себе нос. Леопардовая кофточка? Да. Вот такая. С чего ее любимая Боди. Настя что, болеет? Да. Немножко приболела она. А, кстати, где Черкасов? Скорость должен приехать. Он там, на поляне. Нет, он в Москве, на поляне. Сколько ты весишь? 156. Самое классное острое. Спасибо. Красивая кофточка. Юлька, ты бы смогла просить измену? Нет? Как Леша без поживает? Хорошо. Как это не осталось? У меня синячочек вылез вообще-то под глазом. Да? Ты что, не видела? Вот, маленький. Кто посмотришь, ближе. Но его не сильно видно. Но он есть такой, маленький, небольшой. Вылезла? Короче, попала тоже под раздачу чуть-чуть. Мы же наблюдали и видели все, как произошло. Какой рост у тебя? Метр семьдесят три. Нас с тобой в группах выставляют. Да? Что там пишут? Битва между участницами. Кто сексуальнее, ты или я, типа? Руально? А ты зайди сейчас. Да, опрос. А ты зайди сейчас. Ну, как выйдешь, потом зайди, посмотри. Я ссылку скину. Давай. А ты нажмешь, ну, на себя нажмешь, и так тебе подошат результаты. Какую песенку спеть? Угу. Просто не хочу пока ничего пить. По поводу художественных. Да, у меня художественное образование. Сейчас рисуешь? Нет. Просто здесь на острове нет той, допустим, я так скажу. Здесь есть только простая бумага, тоненькая, и обычные там цветные гуашь, там их штук шесть. Я не привыкла таким рисовать. То есть, я если что-то делаю, я делаю это красиво, чтобы там, не знаю, была какая-то фактуристая бумага, чтобы либо это там пастель какая-нибудь. То есть, я люблю делать, если рисовать красиво, то это чтобы было не просто картина, не просто там, знаете, пальма, море, там, а что-то такое интересное. Сексуальная, белая. Угу. Ты готовить умеешь? Да, готовить умею. У меня папа учил, сестра учила, мама учила, так что я с детства готовлю. С Майей знакома, да, я когда только приехала на остров, здесь Майя с Лешей были. Привет, с Израилем. Ни с какой, шорты или юбочкой? Сейчас у меня лосины. Ой. Из-за освещения плохо видно. Я просто сижу возле зарядки. Смотрите, наверное. Уже устала так держать телефон, блин. Лесницы нарощенные, да. Нарощенные. Блин, что мне щипет глаза, я понять не могу. Может быть, прям аж режет. О, дождь пошел. Да ладно. Угу. Да, слышишь, шумит? Что волны так не шумят. Спорт любишь? Нет. Мне скучно заниматься спортом. Юля, вы, Женя, отличная пара. Я за вас, так как, конечно, смотритесь, не ругайтесь. Много насекомых на острове? Да, особенно всяких мошек и этих много. Комаров. Я поняла. Я поняла. Мозг не работает просто. Уже и время. Может быть, что в глаза попало? Может быть. А больно наращивает ресницы? Нет. Это ж не больно. У тебя на трансляции Ромашов настоящий-настоящий. Юль, когда у вас венчание? Ох. Не знаю, когда. Просто я таким... До венчания еще, наверное, очень далеко. Как поддерживаешь... До свадьбы-то еще неизвестно. Как поддерживаешь фигуру? Никак. Просто стараюсь правильно питаться. Да, волосы я затемнила. Я покрасилась. Что такое цвет? Нет. Боже, хватит... Что мне тут за неадекватный парень пишет? Томский. Что ты тут гадости такие пишешь? Может, такие гадости писать я заблокирую?